Жизнь по расписанию. Десятилетний Кирилл вынужден придерживаться строгого графика из-за сахарного диабета. Когда началась война на Донбассе, инсулин, без которого ему не прожить и дня, стал дефицитом. Приобрести препарат и сейчас для семьи – большая проблема. Историю продолжит Юлия Меншакирова. Обычный ребенок, он колет просто уколы и все. Единственное, что у него уколы всегда с собой. Кирилл собирает школьный портфель, старается ничего не забыть. Мой дневник. Вместе с учебниками и тетрадями берет тест-полоски и инсулин. Без этого ему не выжить. У меня очень плохо становится. Я очень слабый, трусятся руки. Видно сразу по лицу, что у него что-то не так с сахаром. То ли сильно бледные становятся красные пятна, то ли сильно красный. Сейчас мальчику 10 лет. Первые признаки болезни родители заметили, когда ему было 4 года. Он начал часто пить воду, быстро уставать и заметно похудел. У нас никто не болел диабетом. Ребенок заболел спонтанно. Были все в шоке. Все. Трижды в день ребенок самостоятельно делает себе непростые инъекции. Забиваю палец и вставляю полоску. Это высокий сахар. До начала военных действий на Донбассе инсулин и тест-полоски получали от государства. Сейчас эта программа не работает. Инсулин. Полная нехватка. Тест-полоски. Что же так же вообще не давали. Ольга с сыном и 8-месячной дочерью Дашей пытались выехать из города, чтобы купить лекарства. Но их автобус попал под сильнейший обстрел. Мы очень не вспомнились. Дети так плакали. Я сама была в шоке. Ну, слава богу, все обошлось. Ни в кого не попало. Но рядышком возле автобуса бабахнуло. Тест-полоски и продуктовую помощь сейчас получают от гуманитарного штаба Рината Ахметова. Нам и всем людям, которые здесь находятся, нам тяжело. Нам реально тяжело. И финансово, и морально вообще тяжело. Спасибо вам огромное за эту помощь. Мы получаем продуктовые наборы от фонда Ахметова. Спасибо огромное за эти наборы. Они нам очень помогают. Именно продукты самые необходимые. Насколько проще и легче живется. Так бы намного было бы тяжелее. 11,5 миллионов наборов выживания раздал гуманитарный штаб за 2,5 года. А лекарства от штаба Ахметова ежегодно получает тысячи тяжелобальных детей. Это инсулин, тест-полоски, противосудорожные и противоосматические препараты. Юлия Меншакир, Ростислав Сысоев, Данил Киреев. Для сегодня. Канал Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова